Декларация по форме 3НДФЛ При получении дохода от продажи транспортных средств и иного имущества, при получении в дар недвижимого имущества не от близких родственников, при получении вознаграждения от физических или юридических лиц, не являющихся налоговыми агентами, в том числе включая расчеты по договорам аренды жилого и нежилого фонда. Кроме того, при получении выигрыша или дохода от лиц, находящихся за пределами Российской Федерации, изменения по имущественным налогам коснулись и юридических лиц. Они значительно снижают трудозатраты компаний, связанных с предоставлением отчетности в налоговые органы. Так, с первого квартала 2020 года отменена обязанность представлять расчеты авансовых платежей по налогу на имущество организации. Существенно упрощен порядок представления деклараций по налогу на имущество организации, имеющих имущество в различных налоговых инспекциях одного региона. В этом случае организации вправе выбрать удобную для себя одну налоговую инспекцию куда-нибудь направлять декларацией. А вот компании, уплачивающие транспортный и земельный налог, совсем освобождены от подачи деклараций. Функции по исчислению их налогов полностью перешли на сторону налоговой службы. С отменой деклараций введен заявительный порядок предоставления налоговых льгот для налогоплательщиков организации по транспортному и земельному налогу. Если раньше налогоплательщик фактически заявлял льготу при заполнении декларации, то теперь для этого нужно будет подать заявление, чтобы налоговый орган учел эту льготу при расчете налога. В противном случае инспекция рассчитывает налог по общим правилам, без учета какой-либо преференции. После рассмотрения заявления налоговый орган направляет организациям уведомления о предоставлении налоговой льготы или об отказе в ней. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.